Всем привет! Следующие несколько уроков будут представлены в более сжатой форме, где я детально буду разбирать только самые сложные технические элементы. Тем не менее, в ряде последующих уроков сохранится традиция полного разбора материала по нотам, не исключая демонстрации исполнения каждого фрагмента. Субтитры подогнал «Симон» Первое, на что обращаем внимание в сегодняшней пьесе, это ключевой знак альтерации – фа диез. Еще в четвертом уроке мы узнали функциональную особенность ключевых знаков альтерации. Они действуют на определенную ноту до конца произведения или до тех пор, пока тональность не будет изменена. Но в данной пьесе тональность не меняется, до конца остается данная тональность с фа диезом в ключе. Первые три ноты образуют аккорд, который затем повторяется. Таким образом, блок из этих шести нот образует один аккорд. Разбираем на шестой струне нота «Соль» на третьем ладу. Будем играть ее, соответственно, пальцем «П». И на второй струне нота «Си» открытая. После звучащих одновременно двух струн, защипываем на третьей струне ноту «Соль» открытую. Следующий блок. Играем по такому же принципу. Только в басу теперь будет пятая струна открытая нота «Ля». На второй струне прижата нота «До» на первом ладу. А «Соль» на третьей останется открытой. Дальше. В басу на пятой струне «Си» на втором ладу. На второй струне нота «Ре» на третьем ладу. Нота «Соль» снова третья открытая струна. Обратите внимание на ритмическую структуру в этом блоке нот. Здесь мы играем сначала аккорд восьмыми нотами. Это означает, что до следующей шестнадцатой ноты мы выдержим два удара шестнадцатыми. Итак, играем ноту «Си» в басу на пятой струне на втором ладу. Вместе с ней одновременно в мелодии нота «Ре» на третьем ладу. И дальше играем как по гамме. На первой струне нота «Ми» открытая. И затем «Фа» диез. Не забывайте про знак в ключе. Теперь предлагаю вам прослушать два такта целиком. Если вы уже запомнили все ноты, то повторяйте. Снова возникают блоки по шесть звуков, образующие каждый отдельный аккорд. Здесь на четвертой струне прижимаем ноту «Ми». Обратите внимание, первым пальцем соблюдайте точно аппликатуру. На первой струне нота «Соль» четвертым пальцем. И «Соль» третья открытая. Следующий блок. На четвертой открытой нота «Ре». Нота «Фа» диез на втором ладу первой струны. И «Соль» на третьей открытой. В этом аккорде прижата только одна нота на пятой струне. Нота «До» на третьем ладу. А «Ми» и «Соль» остаются открытыми на первой и третьей струне. Последний аккорд в этой строчке уже встречался. Вот в этом такте. Ноты «Си» на пятой струне на втором ладу. И нота «Ре» на второй струне на третьем ладу. Здесь звучат восьмые ноты. Значит, выдерживаем два удара шестнадцатыми нотами. И здесь записаны восьмые паузы, которые, соответственно, выдерживаем два удара шестнадцатыми до конца такта. Повторяем два такта целиком. Дальше разбираем сразу целый такт. Потому что здесь аккордовая структура. И добавляем в конце всего две ноты. В аккорде «Ля» прижата на втором ладу третьей струны. Нота «До» на первом ладу второй струны. Чередуем такую структуру с басом «Ре» на четвертой открытой струне. И в конце добавим на первой струне «Ми» открытая. И на второй струне «Ре» на третьем ладу. В следующем такте точно такая же структура, как и в предыдущем. Но меняются ноты и аккорды. «Соль», «Си» — это третья и вторая открытые. Чередуются с нотой «Ре» на четвертой открытой. Эта структура играется трижды. И в конце добавляем на первой струне на третьем ладу «Соль» и на втором ладу «Фа диез». Теперь два такта подряд. В этом такте удобно разбирать по две ноты, так как сочетание каждых двух нот подразумевает один аккорд. Первый аккорд на пятой струне нота «До» на третьем ладу. И первая открытая. Чередуем. Играем сначала на пятой струне, затем на первой. В следующем аккорде на пятой струне нота «Си» на втором ладу. И на второй струне нота «Ре» на третьем ладу. В этом аккорде на пятой струне открытой нота «Ля» и на второй струне нота «До» на первом ладу. В следующем, на шестой струне нота «Соль» на третьем ладу. И на второй струне «Си» открытая. В последнем такте первой части разбираем первый блок из пяти нот. Играем в басу на четвертой открытой ноту «Ре» одновременно со второй открытой нотой «Си». И после ноты «Си» играем на первом, втором и третьем ладу ноты «До», «До диез», «Ре». И в заключении, в первой части звучат две восьмые ноты одновременно, нота «Ре» на четвертой открытой, с нотой «Ля» на третьей струне на втором ладу. Затем выдерживаем и восьмые паузы до конца такта. Таким образом, от начала этих восьмых до конца такта будет четыре удара шестнадцатыми нотами. А теперь оба такта целиком, без остановки. В этом такте оба блока нот одинаковые. Разберем один из них и сыграем подряд два раза. На четвертой открытой струне «Ре», нота «До» на второй струне на первом ладу, нота «Фа диез» на втором ладу первой струны, и нота «До» повторится в этом арпеджио. В этом такте использован элемент бореолажной техники, который встречался нам в предыдущей пьесе в пятом уроке. Разберем блоками по четыре ноты. Третья открытая струна – это нота «Соль». Чередуем с нотой «Соль» на третьем ладу первой струны, затем снова «Бас» на третьей открытой, и нота «Ре» на второй струне на третьем ладу. В этом блоке из четырех звуков чередуем «Соль» на третьей открытой с нотой «Си» на второй открытой, затем снова «Соль» и нота «Ре» на второй струне на третьем ладу. Эти два такта в точности повторяют первые два такта этой строчки. Сразу сыграем целиком. В следующих двух тактах использован новый тип арпеджио. играется «Бас», затем одна из средних струн, затем верхняя струна и снова «Бас». В этом аккорде на пятой струне нота «До» на третьем ладу, третья «Соль» открытая, «Ми» первая открытая и снова «Бас» на пятой струне «До». В этом аккорде из четырех звуков на пятой струне нота «Си» на втором ладу, третья остается открытой нота «Соль», нота «Ре» прижата на третьем ладу второй струны и снова «Бас» на пятой. Следующий аккорд на четвертой струне открытая нота «Ре», на третьей струне нота «Ля» на втором ладу, на первой струне нота «Фа диез» на втором ладу и снова «Ре» на четвертой открытой. В этом аккорде прижата нота «Ми» на четвертой струне на втором ладу, на второй открытой струне звучит нота «Си», на первой струне на третьем ладу нота «Соль» и снова «Ми» на четвертой струне на втором ладу. Послушайте два такта целиком. Послушайте два такта целиком. А теперь разберем заключительные два такта. Эта группа из четырех нот также образует аккорд и новый тип арпеджио. На пятой струне прижимаем ноту «До» на третьем ладу, на первой струне «Ми» открытая, на второй струне нота «До» прижатая на первом ладу, и нота «Ля» на третьей струне на втором ладу. В этом блоке нот каждые три ноты представляют один аккорд. Первый аккорд на четвертой открытой нота «Ре», на второй открытой нота «Си», а затем добавляем ноту «Ре» на третьем ладу второй струны. В этом аккорде все еще проще, так как все ноты на разных струнах находятся. Четвертая открытая звучит вместе с нотой «До» на первом ладу второй струны, и затем добавляем ноту «Ля» на третьей струне на втором ладу. Все оставшиеся ноты образуют один аккорд, и играем мы его очень простой арпеджированной техникой. На шестой струне нота «Соль» на третьем ладу, на третьей струне «Соль» открытая, на четвертой «Ре» открытая, на пятой «Си» прижата на втором ладу, и заключительный звук опять нота «Соль» на шестой струне на третьем ладу. Слушаем последние два такта целиком. Наше занятие подошло к концу. Желаю вам успеха. До скорого! Шест Dion «Сол» «Соль» Вточник желаю вам успеха из двух частней ладули «Соль» «Он» «enez» « paleе моего transistor» Продолжение следует...